Финансовая безграмотность наших соотечественников иногда просто поражает. К примеру, в Америке почти каждая домохозяйка следит за котировками, знает, как управлять своим пакетом и какой процент от общего дохода ей приносят имеющиеся у нее акции. Усмотрев явную несправедливость в таком положении дел, мы решили дать несколько практических советов новичкам, решившим попробовать свои силы на фондовом рынке. Многим людям рынок ценных бумаг представляется очень сложным механизмом, разобраться в котором под силу только биржевым воротилом. В реальности все гораздо проще. Суть фондового рынка и его функции практически те же, что у любого другого рынка – встреча продавцов с покупателями для заключения взаимовыгодных сделок. В современном мире рынок ценных бумаг представляет собой один из самых распространенных вариантов вложения собственных средств. Благодаря ему имеется возможность получать стабильный доход. Зачем компании выпускают акции? Бизнес особенно на этапе развития нуждается в финансировании. Уставного капитала для осуществления новых проектов недостаточно, и компании необходимы средства. Для этого компания может взять кредит в банке или выпустить облигации и стать должником перед их держателями. Но есть и другой способ привлечь финансирование – продажа части собственного бизнеса в виде акций. Таким образом, предприятие получает возможность развиваться и получать дополнительную прибыль за счет инвесторов, а держатели акций также получают доход за счет развития бизнеса, частью которого они являются. Что же такое акции, как они работают и как подразделяются? Акция – это эмиссионная ценная бумага, доля владения компании, закрепляющая права ее владельца, акционера, на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца. В упрощенном виде все выглядит так. Предприятию нужны деньги для развития, поэтому оно обращается за помощью к инвесторам, которые дают необходимую сумму. Взамен они получают в собственность некоторую долю компании, выраженную в акциях. Инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица, а их доля в акционерном капитале определяется отношением количества имеющихся в собственности ценных бумаг компании к общему объему ее акций. Часть годовой прибыли предприятие возвращает акционерам в качестве дивидендов, своеобразной благодарности за финансовую поддержку. Акции бывают разными, они делятся по нескольким различиям. Но самым главным отличием, характерным для акций, является ликвидность и привилегированность. Ликвидность – это возможность продажи актива в максимально короткие сроки и без существенных потерь. Например, вы купили через брокера акции ОАО «Газпром» в количестве 100 штук, но неожиданно вам понадобились деньги, и вы посчитали нужным продать акции по рыночной цене. Запустив программу интернет-трейдинга, вы оставляете заявку на продажу ваших 100 акций. Покупатель находится очень быстро, так как ликвидность акций «Газпрома» очень высока, и возможные потери при продаже сведены к минимуму. Типы акций. При выпуске акции делятся на два типа – простые и привилегированные. Первые дают право на получение прибыли, а вторые – участие в управлении. Некоторые имитенты разделяют акции еще и на классы. Это позволяет в нужной пропорции распределять голоса между акционерами, а некоторым держателям получить больше привилегий. Чтобы не запутаться, была введена маркировка классов – А, Б, С и прочие. У каждой компании есть своя характеристика классов акций. Например, у компании Google акции класса А имеют один голос, класса Б – 10 голосов, а класс С вообще не голосует. Если взять стандартную формулировку, то акции класса А дают право получать дивиденды, но прав на голос не имеют. Выпуск таких акций привлекает капитал извне, но не дает возможность акционерам участвовать в управлении компании. Акции прочих классов принадлежат голосующим акциям. Став частным брокером, привыкайте к мысли, что все так или иначе связанное с куплей-продажей акции теперь будет происходить для вас в электронном виде. Купив, к примеру, акции Роснефти, не ждите у почтового ящика письма с яркими красивыми бумажками и голограммами. Акции будут зачислены в виде электронной записи о них на ваш счет, депо, а данные будут храниться в депозитарии. Как зарабатывать на акциях? Понятно, что обычный участник рынка не имеет достаточного количества ценных бумаг, чтобы прямо или косвенно влиять на судьбу компании. Но, по сути, вам это и не нужно. Главная цель покупки акции – получение прибыли. И заработать вы можете двумя способами – получив дивиденды или доход от разницы между ценами покупки и продажи акций. Каждый квартал компании, акции которых обращаются, например, на московской бирже, публикуют свою финансовую отчетность. Именно по ней акционеры и потенциальные инвесторы могут судить, сколько заработала компания, как собирается развивать свой бизнес дальше, какие риски существуют. Фондовый рынок – это живой организм, который чутко реагирует как на внешние факторы, так и на внутренние изменения. Функционирует он по воле сотен миллионов людей, которые каждую минуту принимают то или иное решение. Но именно эти решения и отображаются на цене акций и приводят к росту или падению котировок. Умение грамотно оценить влияние определенного события на судьбу бумаги позволит не только избежать убытков, а, напротив, может открыть возможность для удачных вложений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова